Три чемпиона регулярного сезона в разных дивизионах и пять обладателей кубков. Таков итог 11-го чемпионата Самарской любительской хоккейной лиги. Параллельно проходило три турнира. Команды распределили по мастерству. Начинающие, середнячки и продвинутые. В итоге за медали сражались на льду почти полторы тысячи спортсменов. Иногда играть приходилось в сложных условиях. Думали в общем-то будет 39-43, а стало в общем-то 53. Объяснить можно одним словом пандемии. Люди просто думали, что не будут играть, народу у них не будет. Но все-таки народ собрался, народ в командах появился и в общем-то начали играть. Некоторые команды начинали турниры в неполных составах. Вместо трех пятерок было полторы. Однако руководство лиги лояльно отнеслось к ситуации недобора игроков и позволило дозаявлять спортсменов по ходу соревнований. В итоге со второго круга гладкого чемпионата конкурентная борьба за каждое очко в турнирной таблице обострилась. Сенсации сменяли друг друга. Порой аутсайдеры побеждали лидеров, а середнячки между собой побеждали в одну шайбу. Поэтому итоговые места на пьедестале почета не были известны до последнего календарного матча. Любая команда может заявиться, приложив усилия, организовав регулярные тренировки, товарищеские игры. Получаем результат, получаем призы. Три регулярных турнира стартовали в сентябре. Закончились в апреле. Май – время плей-офф. Восемь лучших команд в каждом дивизионе разыграли кубки Самарской любительской хоккейной лиги. Аутсайдеров поделили на две группы. Они сражались за «Малый кубок» и «Кубок Козлова». Одиннадцатый сезон для хоккеистов закончился, но руководство лиги уже готовится к новому сезону. И на повестке две проблемы. Количество команд-участниц может уменьшиться минимум на восемь. Спортивная федерация по хоккею Самарской области объявила о полукоммерческом чемпионате области. И команды могут уйти играть в новом турнире. Второй вопрос на повестке. Ночная хоккейная лига – дивизион для ветеранов. По мнению руководства САЛХЛ, нужно там создать две группы – Тольятти и Самара, чтобы на всероссийский турнир ездили чемпионы из двух этих городов. Ассоциация и федерация должны работать вместе. Я никогда не отключаю. Надо нам зайти туда, в федерацию, из какой-то единицы, что мы вот этот любительский. Ради бога, пожалуйста, и мы туда войдем. Да не вопрос. То есть, мы все работаем только для людей, чтобы людям было хорошо. Потому что, ну, чем больше будут заниматься, тем будет лучше для всех нас. А пока решаются наболевшие проблемы любительской лиги, спортсмены отмечают победы, залечивают душевные и телесные травмы и мечтают о новом интересном и захватывающем городском открытом чемпионате по хоккею. Организационное собрание руководителей команд САЛХЛ пройдет 18 июля по традиции на стадионе «Маяк». Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.